И я приветствую вас сегодня. Сегодня мы поговорим на тему «Почему MLM?». Я не буду сегодня говорить про компании, я не буду давать презентацию. Я хочу в целом рассказать преимущество, почему этим бизнесом выгодно заниматься. Потому что, ну вообще я считаю, что это еще более важно, чем презентация, потому что человек, когда приходит, он в общем-то что-то где-то как-то там слышал, да, может быть, и у него возникает масса разных вариантов, как зарабатывать деньги все-таки, да. И сначала нужно ему объяснить в целом, да, что он получит, да, какие он преимущества получит, чем это предложение более выигрышное, да, а потом уже рассказывать ему, в чем суть, да, заключается, и что нужно для этого делать. Зачастую бывает как, что приходит к нам человек, и мы начинаем ему расписывать, что вот, ты делаешь вот так, потом вот так, потом вот так, а в итоге получаешь вот это, и вот это, и вот это, и вот это. А человек при этом, ну, собственно, как-то пропустил большую часть и не увидел для себя ничего. Поэтому часто я с людьми начинаю изначально общаться как раз-таки на тему преимуществ. И мы разберем сегодня некоторые. Скажу так, для активных контактов, для привлечения в свою команду, разные люди используют разные варианты, я часто использую активные контакты. Они строятся как раз-таки на преимуществах. Когда вы с человеком находите какую-то общую тему, на которой вы можете поговорить, и уже потом развиваете эту тему, да, за нее как бы хватаетесь и говорите, что вот здесь вы можете эту свою потребность реализовать и так далее, да. И поэтому сейчас в том числе мы поговорим еще об этом бизнесе, потому что многие к нам приходят, которые хотят денег, да. Но у многих есть знакомые, которые уже в какой-то MLM-компании давно зарегистрированы, или же сами многие люди зарегистрированы в разных компаниях на уровне потребителя. И на самом деле представления именно о сетевом бизнесе они не имеют. Очень часто ко мне приходят люди, которые говорят, ну вот я уже там 5 или 10 лет пользуюсь сольной продукцией, но такого бизнеса, мне вот такой информации никто не рассказывал, что можно, оказывается, и так. Поэтому я вот заметила, что многие понятия даже не имеют, куда попали, а думают, что бизнес сетевой это дешевле купил, дороже продал. Но я утверждаю, что богатых продавцов не бывает, и многие люди на самом деле не любят продавать, да. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как вообще можно делать деньги. Рассмотрим разные варианты, да. Рассмотрим сначала минусы MLM, потому что это первое, с чем сталкивается, как правило, новичок, и это первое, на что большее внимание акцентируется. Ну, скажем так, вспомните там последнюю неделю, которая прошла, что у вас всплывает в памяти ярче? А бывают какие-то положительные моменты, а бывают какие-то отрицательные. Но согласитесь, если день прошел ровно и гладко, то вы про него, скорее всего, забудете. А если в этот день вас окатили там из лужи, или вы забыли зонтик и промокли, или еще что-нибудь, то это вам заполнится надолго. Поэтому негативные моменты, они чаще всего рубят новичков на первоначальном этапе. И сейчас я хочу откровенно сказать основные такие вот моменты, да, с которыми вы можете столкнуться. И сразу эти моменты как-то говорить, да, что их не нужно бояться, и в этом ничего страшного нет. В жизни есть плюсы и минусы, в любом деле есть плюсы и минусы. Конечно же, мы рассмотрим плюсы. И те плюсы, каждый из которых, наверное, перевешивает все вместе взятые эти минусы. Потому что плюсов, я считаю, так, что у нас гораздо больше. И с чего я хочу начать, это наш квадрам денежного потока. Есть известный американский предприниматель, инвестор, писатель, преподаватель, миллионер. Роберт Киосаки, наверное, слышали об этом. Он известен как автор книг «Богатый папа, бедный папа», «Квадрам денежного потока» и так далее. Это создатель игры «Денежный поток», который помогает сориентироваться в деньгах. В общем, это профессионал по деньгам, можно сказать так, да. И в своей книге «Квадрам денежного потока» он говорит о том, что есть четыре возможности зарабатывать деньги. То есть люди делятся на четыре категории такие, да. Любую деятельность можно подгребсти, скажем так, под один из этих сегментов. А большая часть людей работает по найму. Первая вот работа, да, у вас есть работа. То есть это процент 80 людей, наверное, на земном шаре, потому что это стабильно, ну стабильно как бы относительно. Просто вам организуют рабочее место, гарантируют определенный оклад, определенные деньги при условии того, что вы в определенное время выходите на работу, каждый день делаете определенное действие. Иногда здесь даже дают отплачиваемый отпуск, иногда еще реже соцпакет. Вот, ну это уже тонкости. Я думаю, что все вы сталкивались с тем, что это такое, и сами мне расскажете лучше меня, какие там подводные камни и как это здорово работать на дядю. Да. Следующий сегмент – это работа на себя. Да, вы собственник своей работы. Это парикмахеры, возможно, бухгалтеры разные, дизайнеры и так далее, да. Есть много профессий, специальностей, которые вы можете делать самостоятельно. Массажисты, например, тоже, да. А вы поработали какое-то время на фирме, поняли, что вам хочется самому не делиться прибылью, а свою клиентскую базу уже самостоятельно. И вы начинаете работать на себя. Здесь у вас есть определенные плюсы, определенные минусы. Плюсы в том, что вы сами решаете, работать или не работать. Но, как правило, человек, когда у него есть возможность заработать деньги, он предпочитает работать, работать и работать. И этим людям еще сложнее уйти в тот же самый отпуск, куда-то уехать. Потому что, ну, например, если за неделю ты зарабатываешь 10 тысяч, то, чтобы уехать в отпуск, мало того, что 10 тысяч потеряешь, да, которые могут заработать, так еще нужно найти 10, 20, 30, 40, на то, чтобы еще и отдохнуть. И очень часто эти люди становятся заложниками своего бизнеса, крутятся, как белка в колесе, периодически там как-то отдыхают. Но это фактически наемный работник, только ты работаешь на себя, сам нанимаешь себя. А есть категория бизнес, да, когда у вас есть собственная система, и люди работают на вас. Вот если вы, есть у вас знакомые бизнесмены, спросите у них, а что будет, если ты оставишь свой бизнес на месяц, а на два, а на полгода, а на год и так далее. Как правило, на второй-треть месяц люди уже так это самое стесняются и начинают говорить, не, ну так долго, наверное, не могу. Так вот все-таки бизнес, когда эта система работает без вас, когда она приносит вам деньги, а вы при этом можете тратить время свое так, как считаете нужным. Это не означает, что бизнесмены сидят с утра до вечера на диване, пьют там кофе и смотрят телевизор. Конечно же, у этих людей есть много разных увлечений, есть куда потратить время. Просто время свое они тратят по-другому, не так, как те, которые работают на себя или на дядю. Эти люди сами распоряжаются своим временем. И четвертая категория людей – это инвесторы. Это люди, которые вкладывают свои деньги в недвижимость, кто-то в машины, кто-то в акции и так далее. Есть много разных способов, куда нужно вложить деньги, и они приносят определенную прибыль. Одновременно каждый человек может находиться в любой из этих категорий или же в какой-либо из них, в каком-либо из сегментов. Примечательно, что левый сегмент – это сегмент бедных людей. А те, которые работают на дядю, работают для себя, они, как правило, тратят время своей жизни для того, чтобы заработать деньги, чтобы жить. А те, которые в правом сегменте находятся, это уже люди, которые по-другому воспринимают слово «свобода». Это люди, которые умеют ею пользоваться, люди, которые умеют делать деньги, люди, которые умеют наслаждаться жизнью. И если вы хотите понять, к какому сегменту вы относитесь, то задайте вопрос, из какого сегмента вы получаете деньги? Из какого сектора вы получаете деньги? То есть вы получаете доход от… То есть вам кто-то платит? Или же у вас есть какие-то клиенты, которые раз от разу к вам приносят деньги? Или же у вас есть какой-то пассив? Вот правый сегмент – это позволяет получить пассивный доход. В том случае, даже если вы не работаете, вы продолжаете получать деньги. И сегодня, собственно, мы поговорим как раз-таки о правом сегменте. Бизнес бывает разный, бизнес-система бывает разный. Бывает линейный бизнес, ну это сеть магазинов, Ашанку, Дару и так далее. Много разных сетей есть, крупных бизнесов, холдингов и так далее. Есть франчайзинг, ну например, там Макдональдс, Авэй, да, все знаете, что это такое, который требует еще больших вложений денег. Их есть понятие MLM – это мульти-левел маркетинг, сетевой бизнес. Это бизнес без вложений. Мы сейчас как раз, мы чуть позже поговорим о плюсах этого бизнеса. Сейчас мы поговорим немножко о тех сложностях, с которыми сталкиваются люди в этом бизнесе. Многим, конечно же, хотелось бы, и многие понимают, что вот это классно, не вкладывая деньги зарабатывать, но что-то останавливает. Что? Какие же сложности в первую очередь случаются? Да, 10 причин против MLM. Ну вот так вот я их немножко подытожила и организовала в кучку. Сейчас про каждую из них поговорим. Но, во-первых, этот бизнес меняет людей. Не все люди готовы меняться, не все люди готовы менять свои привычки, особенно если эти привычки, они такие укоренившиеся, конкретные. Когда я, например, пришла в этот бизнес, для меня было очень сложно перестроиться и субботу-воскресенье начать работать. Для меня было сложно перестроиться, вставать в какое-то время в 9 утра, в 8 утра и ездить с определенным графиком каким-то на работу. Но я какое-то время поняла, что мне это нужно. И был период, когда это был жесткий график, конденсивная работа с 9 до 9. У каждого свои бывают в этом плане сложности. Кому-то сложно менять привычки, кому-то сложно переступить через себя какие-то барьеры. Но этот бизнес меняет людей. И для того, кто не готов меняться, наверное, в этом случае не у каждого это получится. Следующий момент. Этот бизнес не для всех. Этот бизнес для сильных людей. И эта новость, наверное, плохая. Есть новость хорошая, что этот бизнес поможет вас стать сильным человеком. В любом случае будут какие-то трудности и сложности, преодолевая которые, вы становитесь сильнее. И это интереснее. Потому что чем вы сильнее, тем вы интереснее, тем вам интереснее жить. Тем большего вы можете достичь. Тем интереснее вообще для вас окружающий мир. Поэтому здесь два варианта. Если ты слабый, боишься из-под стола вылезти, то либо дальше будешь жить так, как жил, либо придется меняться и становиться сильнее. Хочу сказать здесь такую вещь, что посмотрите на свои последние 5, может быть, 10 лет. Что изменилось в вашей жизни за это время? Что вы приобрели, может быть, в материальном, в духовном плане, у каждого свои ценности? Что поменялось? Насколько вы удовлетворены своей жизнью, той, которую вы сейчас ведете? И вот посмотрев на эти последние 5 лет, можно примерный прогноз делать на следующие 5 лет. Если ничего особенного не изменилось, ничего особенного не случилось, то в общем-то и в следующие 5 лет ничего не изменится. Есть такая поговорка. Если вы хотите получить то, чего никогда не имели, нужно делать то, чего вы никогда не делали. То есть какие-то другие действия. Следующий момент. Это большая текучка. Много людей уходит из сетевого бизнеса. Но это естественно. Все-таки большая часть у него приходит как не в бизнес, а как потребители для того, чтобы купить. И это естественно, что люди сегодня покупают там одни продукты, завтра покупают другие продукты. Это нормально. Поэтому вы должны быть готовы к тому, что начинать этот бизнес вы будете с одними людьми, продолжать с другими, еще продолжать с третьими и так далее. В итоге лет через 5 вполне возможно, что у вас будут другие ключевые партнеры. Те люди, которые приходили вместе с вами, они будут продолжать также просто экономить, пользоваться со скидкой. Или же они вообще уйдут в другую, может быть, компанию. Это на самом деле так. И скажу так, что это не помешало мне получить статус и зарабатывать приличные деньги в этой компании. Поэтому здесь важно просто поставить для себя цели и учиться лидерству. Я когда пришла в этот бизнес, я не была лидером. Я пришла без опыта, с гонором. И даже кому-то из спонсоров, наверное, всем из спонсоров какое-то время казалось, что у меня там ничего не получится. Но получилось в итоге просто потому, что была цель. Это тоже очень важно. Четвертый момент – это репутация бизнеса. К сожалению, сетевой бизнес пока не везде котируется. И случается в некоторых кругах, не скажу, что прям все поголовно сетевой бизнес не любят, но есть люди, которые не любят сетевой бизнес, и которым сложно подойти именно с этой стороны, предложив им сетевой бизнес. По разным причинам. Жуткая репутация. Откуда она бывает? Потому что у ваших знакомых соседка 10 лет в Арифлейме ничего не заработала. Потому что у вас кто-то из знакомых когда-то пришел в какую-то сетевую компанию, его заставили закупить кучу продукции, а потом у него это осталось. На самом деле из некоторых бизнесов люди выходят с долгами, причем с долгами большими. Потому что есть компании, структуры, которые заставляют покупать кучу продукции и так далее. Мы этого, естественно, не приветствуем, у нас этого нет. Но не везде так. И бывает такой вот отрицательный негативный опыт, который потом людей настораживает. Есть много дилетантов в этом бизнесе, которые не умеют и не знают, которые вообще понятия не имеют, что такое Арифлейм. Вот самый классический способ. Приходит человек, зарегистрировался в Арифлейм. И потом буквально неделя прошла, он там кому-то показал каталог, вам он сказал, что он подумает, про себя он подумал, что я попробую, кому-то покажу. Если кто-то захочет, то хорошо, значит, у меня получится. Если кто-то не захочет, то значит, я никому не буду говорить вообще, что я пробую, чтобы никто не смеялся. В итоге у кого-то получается, у кого-то нет. Чаще всего, если человека не научить, у него неизвестно, что получится. И потом этот человек сказал, что нет, у меня не получится, это не мое, там не для меня, да, то есть и так далее. Но потом он горно говорит, что вот, я был уже там, я все там знаю, там не получается, например, да. Опять же, важно понимать, что у каждого человека, каждый человек уникален, и у каждого могут быть свои темпы роста, свои трудности и так далее. Но на репутацию это тоже влияет, вот такие вот слухи. Влияет, когда консультант ходит не накрашенный, не одетый, там, не представляя из себя ничего, и зовет бизнес, да, например. Имидж очень сильно влияет. Много разных моментов. Поэтому я считаю, что мы можем внести свою лепту, скажем так, приложить определенное усилие к тому, чтобы имидж компании, имидж сетевого бизнеса поднимался. Потому что люди смотрят на нас, люди могут посмотреть на сетевой бизнес, увидя бабушку какую-то, которая сумками таскает там, абы чего купили у нее, да, и для них это будет сетевой бизнес. Либо люди могут увидеть вас, красивых, улыбающихся, интеллигентных профессионалов. И отношения к сетевому бизнесу в этом случае у них будут разные. Это тоже очень важно. Следующий момент. Домашние плохо понимают прелести вашего нового увлечения. Бывает и такое. Особенно это бывает, когда вас начинают клиниться. То есть вы начинаете... Бывает, знаете, как человек пришел в сетевой компанию, да, то есть зарегистрировался с утра. Я работаю, все, я работаю, да, я буду работать. Можно работать. С утра женщина приготовила там что-то поесть, пошла, сделала маникюр, поболтала с соседкой, посмотрела телевизор, сбегала в офис часик-два, чайку попила там, что-то сделала, да, а потом прибежала домой, вечером начинается кто-то там... Ой, я забыла позвонить. Начинаешь звонить там туда-сюда, какие-то дела делать, приходит муж, покушать вы ему не приготовили там и так далее. И он понимает, что вы занимаетесь делом. Он не понимает, что весь день, может быть, вы занимаетесь чем-то там другим. Он видит, что у вас нет дома. Поэтому возникают иногда такие вот трудности, когда нет понятия тайм-менеджмента, да, то есть все, что нужно, это просто обучиться тайм-менеджменту и расставить приоритеты. Когда вы с домашними, когда вы в бизнесе, когда вы чем занимаетесь. Я обычно советую все-таки стараться, что дома это дома вы, а на работе это вы на работе. Ну вот дома допускается, единственное, что-то почитать, когда тихая, спокойная обстановка, да, это, опять же, это не бизнес, это личностное развитие. Потом и допускаются вот вебинары, опять же, это нужно для личностного развития, это обучение, это не работа. Поэтому здесь вот важно соблюдать грань. Следующий момент, этот бизнес отнимает много времени. Вы знаете, к этому моменту можно отнестись по-разному. Кто-то говорит, что вы можете совмещать это с основной работой, вы можете там уделять несколько часов в день, и это тоже правильно. То есть здесь разные есть грани. Но я хочу сказать так, что этот бизнес, он становится образом жизни. Это одновременно и бизнес, и хобби, и увлечение, и интерес. Это не означает, что когда я на свадьбе, я со всеми разговариваю об этом бизнесе, всем предлагаю деньги и так далее. Нет, или когда я там с друзьями на шашлыках. Но если разговор зашел о бизнес-возможностях, о деньгах, о чем-то, если человек сказал, что его там уволили с работы, я всегда понимаю, что у меня есть возможность ему предложить бизнес-возможность, предложить встретиться в другой день и обсудить этот вопрос, если ему это интересно. То есть здесь ты включаешься, и ты этим живешь по полной. То есть тут не бывает так, как на обычной работе, когда ты закончил и забыл, и все. У нас часто проходят какие-то выездные мероприятия. Мне очень нравится, что у нас сейчас, это может быть пока еще не стало семейным бизнесом по структуре, но я вижу, что это скоро будет так, потому что какие-то праздники, какие-то общие мероприятия мы проводим часто именно в семейном составе. То есть наши лидеры с мужьями, с женами, это все проходит в такой дружественной, теплой обстановке, и уже никто не прячется. То есть спокойно мужья знают, где их жены, и наоборот. Но нужно быть готовым к тому, что все-таки увлеченность должна быть. У вас должны гореть глаза от этого бизнеса. Если вы не любите людей, если вы не любите общаться, то тут одно из двух. Либо вы ищете, что вам мешает, какие-то страхи, либо опять же как-то по-другому не получится, потому что это бизнес-общение, и учимся любить людей. Для справки, я когда пришла, я боялась общаться, боялась чего-то рассказывать, проводить, и была совершенно не таким общительным человеком, как сейчас. Седьмой пункт. В этом бизнесе много лентяев, проходимцев, просто откровенных мошенников. Лентяев – это тех людей, которые просто отнимают время, то есть которые что-то там, ну я хочу, ну я не знаю, ну я и могу, там не могу. То есть есть люди, которые просто откровенно будут вытягивать время, но при этом на самом деле не имеют никакой цели. Если вы не найдете для них цель, их лень так и останется ленью. Если вы поможете им преобразить свою лень в цель, то эти люди могут тоже получить результат. Но опять же смотрите, чтобы это не тратило, не занимало много вашего времени. Много сетевых пирамид, здесь еще об этом хочу сказать. Много компаний, которые маскируются под финансовый, под сетевой бизнес, да, и это тоже сказывается и на имидже, и на отношении людей, потому что люди попадали, попадают и даже сейчас, несут даже деньги, даже сейчас куда-то в надежде что-то при этом получить. И из-за этого потом боятся, опять же, прислушиваться к каким-то другим предложениям. Восьмое. Кредиты. Местность не требует больших вложений. С одной стороны, да, его можно, конечно же, делать, не вкладывая ничего. А с другой стороны, вложение есть в себя, и это важно. Вложение в ваш имидж, потому что если вы, ну, например, там, байкер, а вы при этом будете говорить про бизнес, то навряд ли люди прислушиваются, потому что имидж другой, стиль другой. Нужно выглядеть соответствующе, вот для этого нужно периодически ходить в парикмахерскую, нужно быть здоровым, для этого нужно принимать витамины, следить за собой и так далее. Это тоже вложение. Нужно учиться и развиваться, нужно читать какие-то книжки, семинары, и это тоже, бывает, требует каких-то денег. Ну, в общем-то, я считаю, что этот бизнес, он требует больше вложений именно в себя. и есть компании, которые требуют больших вложений, закупок больших, чтобы закрыть уровни какие-то, у них там это принято. Этого тоже могут бояться люди, к счастью у нас, в компании такого нет, и именно в продукцию вложения, ну, вот если у нас кто-то там что-то и берет, чтобы было, то это лично выбор человека, а не потому, что его там заставили. Следующий момент – это структуры, ну, религиозные, то есть зомбирование. Бывает такое, что говорят там, ой, у вас секта, у вас там зомбируют и так далее. Ну, редко, очень крайне редко с этим случаюсь, встречаюсь, и даже, ну, на что у нас зомбируют? Зомбируют на успех, мне кажется, зомбируют больше тех людей, которые каждое утро в давке едут два часа, три часа на работу, три часа с работы за какие-нибудь 10, 15, 20 тысяч. Вот это я считаю зомбирование. Зомбирование бывает, ну, как бы, разное. Когда зомбируют на успех, нет, у нас не зомбируют на успех, у нас, наоборот, человеку открывают глаза и показывают, что у него есть выбор в этой жизни. Люди считают, что у нас зомбируют, почему? Потому что у нас все счастливые и довольные. Но у нас на самом деле все счастливые и довольные, потому что этот бизнес открывает новый взгляд, этот бизнес позволяет увидеть новые горизонты, поставить новые цели, увидеть перспективы новые. Конечно, от этого глаза загорятся, конечно, мы от этого будем более счастливыми. И следующий момент, нестабильность российского рынка. Кого-то это может смутить. хочу сказать так, что Арифлейм сейчас с честью выдерживает и первый, и второй кризис, выплачивает всегда стабильные деньги, у компаний всегда динамичный рост идет, это очень радует. В этом плане можно не переживать. Нужно бояться тех компаний, которые недавно пришли на рынок, несколько лет относительно. Даже если компания была успешна в какой-то другой стране, здесь нужно смотреть. Меньше пяти лет это еще пока нестабильность. Компания наша уже 46 лет на мировом рынке, при этом растет, растет и растет. Я считаю, что это действительно дает нам возможность быть уверенным в этом бизнесе. И сейчас я хочу перейти к плюсам все-таки. Минусов-то можно много назвать, много заражений. Естественно, когда человек начинает то вот этот как бы разный негатив он бывает, что выливается. Поэтому очень важно надеть жилет на себя и поставить перед собой цель. Цель должна быть очень большая. Тогда все ваши сложности, все ваши препятствия, трудности, они останутся за вами, у вас позади и вы про них забудете. И в общем будет все получаться и все будет хорошо. А сейчас мы поговорим о плюсах. Какие же за? Во-первых, это бизнес для всех, как мы говорим о Reflame. Для всех, но не все для Reflame. Прийти сюда может любой абсолютно. Приходят люди, зачем только не приходят. Кто-то приходит за деньгами, кто-то приходит за общением, признанием. Напишите, для чего вы пришли, что вас заинтересовало. Может быть, кто-то себя узнает, тоже интересно. За деньгами, общением, признанием, тусовкой, новые идеи, что-то новое, надоедает борьба, вот этот бег по замкнутому кругу, когда дом, работа, магазин и так далее. То есть у людей чаще всего жизнь складывается постоянно одно и то же. и это надоедает. Вот здесь в этом бизнесе есть разнообразие, есть поддержка, что очень важно, есть новые друзья, есть возможность реализации. Вот кто за реализацией пришел, кому это важно, кому хочется реализовываться, тоже напишите. Кому хочется скидка, кто пришел за скидкой, кто пришел от нечего делать, напишите тоже. И прийти в этот бизнес может любой человек. У нас переходят люди пенсионеры, приходят студенты, есть там даже в 10 лет уже директора, которые состоялись, пенсионер, домохозяйки, школьники и так далее. То есть здесь не важен опыт работы в любом, в обычной жизни. Вы сначала обычно, как у нас, школа, учишься сколько там лет, потом институте, сколько лет учишься, потом идешь на работу стажером, переучиваешься, и еще через несколько лет ты будешь уже зарабатывать приличные деньги. возможно, если там девушки в декрет не уйдут и так далее. Так вот, здесь, в общем-то, уже даже за год можно получить, выйти на новый уровень развития личностного и доходов у каждого свои сроки. Но этим бизнесом может заниматься любой человек вне зависимости от возраста, образования, полной национальности и так далее. часто объявления в газете, вообще посмотрите, какие объявления в газете, кто устраивался на работу, объявления, чего говорят, от 20 лет до 40 лет, например. Мужчина, женщина, опять же, ограничения, с опытом работы, опыта работы, триллилера года нету, значит, сложно устроиться, а где же его взять-то, если никто не берет. Со знанием английского языка, чем больше, опять же, у тебя навыков, тем больше возможности получения дохода. А вот в сетевом бизнесе это не так, здесь все навыки вы получаете по ходу дела, приумножаете их, и ваш доход увеличивается при этом. Карьерный рост очень важный момент. От кого зависит продвижение ваше по службе? Вот кто работал на кого-то? Скажите, пожалуйста, у кого? От кого зависит ваше продвижение по карьерной лестнице? Конечно, от руководителя, от того, кто вас назначит. И очень часто получается, что ты не в силах на это повлиять. Я когда закупила, у меня институт, красный диплом, финансовый факультет. И при этом я пришла в ресторанный бизнес в одном ресторане, во втором, в третьем попыталась продвинуться. Поняла, что ставят своих, либо с утра до ночи нужно пахать, и много чего отвечать, а зарплата не сильно отличается, то есть как-то это уже не очень интересно. Попробовала в гостиничном бизнесе, а тоже я поняла просто, что у меня жизнь одна, и ожидать какого-то счастливого случая, ведь не везде твои заслуги ценят. Этого как бы мне не хочется. Я начала искать другие возможности. В общем, карьера ваша не зависит от здесь не зависит от ваших навыков, это всего лишь ваши, вернее, зависит от ваших навыков, это всего лишь ваше стремление, и эти навыки вы можете наработать здесь по ходу. Чем больше у вас будет навыков, тем, соответственно, выше будет ваш уровень. Следующий момент, второй, это бизнес фактических, фантастических желаний, которые становятся явью. Я вот эту фразу прямо вот она у меня как-то всплыла, и мне сразу так хорошо стало, и я прям очередной раз полюбила этот бизнес. У меня сразу пошло, я начала сразу себе представлять действительно фантастические желания. Напишите, у кого есть, у кого пробудились желания уже благодаря каким-то занятиям, может быть, тренингам в этом бизнесе. Вот у меня просто кардинально, да, в жизни этому не учат, в жизни не учат достигаторству, в жизни не учат тому, чтобы ты чего-то добивался, чтобы ты стремился к чему-то большему. В жизни нужны исполнители, нужны наемные бухгалтера, наемные архитекторы, кто угодно, да, но нужно, чтобы люди просто делали определенные какие-то действия, им за это платить какую-то копеечку, посмотреть, какие у нас налоги даже для занятых людей, да, сколько государство получает, потому что нужна рабочая сила, скажем так, да, здесь именно в этом бизнесе я научилась мечтать, я научилась ставить цели у меня, у меня, у кого еще, напишите, чего вы для себя, какие цели себе поставили, что у вас сбылось уже с компанией рефлейн, давайте так, что у вас получилось, вот что получилось у меня, ну, скажу так, что, во-первых, я научилась, то есть, это мое личное саморазвитие, да, я не скажу, что нельзя развиваться в других сферах, можно, но не всегда тебе это приходит просто даже в голову, вот мне в голову не приходило, что можно походить на какие-то тренинги, там, личностного роста, что можно научиться выступать перед кем-то, что можно, ну, много чего можно, да, что можно машину купить, именно здесь у меня появилась мотивация купить машину, да, и сейчас у меня вторая машина, от которой я получаю удовольствие, здесь меня научили, что нужно жить полной жизнью, да, не одним только там, днем, да, работы, дом, работы и так далее, а сейчас у меня очень много увлечения, я нахожу для них время, у меня получилось жить рядом с офисом, а не тратить по два часа в день на дорогу туда и два часа в день на обратно, а это очень много моментов и очень много целей в будущее, а обычному человеку, вот спросите окружающих, какие у них цели по жизни, чего люди хотят добиться, если это молодежь, многие, может быть, и скажут, что, ну, там, хочу, там, куплю квартиру, куплю машину, да, еще розовые такие очки, потом получается, что 20-25 лет дети появляются, уже не до машины, не до квартиры, посмотрите, сколько людей сейчас снимают квартиру или живет с родителями, у которых нет машины, или какая-нибудь такая страшненькая, которые не знают, что такое отдых, не знают, что такое заграница, не знают, что такое хорошая одежда, не знают, что такое магазины, которые заходят в магазин и смотрят на ценники, где бы что подешевле и так далее, да, то есть это, о чем говорит, опять же, о том, что люди не задумываются о том, как будут жить, вот здесь, мало того, что мы задумались о том, как живем сейчас, о том, как будем жить, да, и появилась цель, то есть цель купить машину, когда-то для меня была зублочная, вот у нас уже, кто-то с водителем хочет, а кто-то уже сам купил, да, не единственный пример, квартиры люди покупают и так далее, то есть это бизнес, который дает сотням тысяч людей во всем мире надежду, новую жизнь, возможности, это единственный бизнес, где конечный результат не предсказуем, где ваше вложение, где ваша прибыль может во много раз превосходить ваши вложения, ну, например, вот я регистрировалась, там отдала, по-моему, 149 рублей, сейчас бесплатная у нас идет регистрация, это единственное вложение именно в бизнес, я очень много вкладываю в себя, много тренингов посещаю, книг и так далее, для меня это важно, не просто потому, что это мне дает развитие в моем бизнесе, просто потому, что мне это интересно и я получаю от этого удовольствия, и я понимаю, что эти навыки, они открывают передо мной все новые и новые двери, ну, например, там ораторское искусство есть такой тренинг, да, можно пройти этот тренинг, научиться быть хорошим оратором, я еще не проходила, но, в общем-то, вижу, что мои успехи в этом плане значительно превосходят то, что было 10 лет назад, и при этом выступать на большие аудитории, и это вам принесет определенную выгоду, ну, там кто-то за деньги выступает, я вот перед вами сейчас бесплатно выступаю, чтобы дать вам какую-то полезную информацию, да, и так далее, любой навык, он как-то его можно всегда полезно применить, то есть, когда вы чему-то обучаетесь, смотрите, для чего вам этот навык, и те действия, которые вы делаете в этом бизнесе, они неизвестно, сколько вам потом принесут в дальнейшем, потому что, ну, грубо говоря, в чем смысл бизнеса, потому что вы другим людям помогаете добиваться успеха, и компания продолжает потом вам выплачивать проценты от товарооборота этих структур, единожды, пригласив человека, человек пришел, вы его научили, он стал директором, вы не тратите дальше время на обучение его и его структуры, продолжаете пожизненно получать деньги, это как по-вашему, это круче, чем книгу написать, я думаю, даже интереснее, но во всяком случае, для меня проще, не представляю, как люди пишут книгу, хотя, наверное, когда-нибудь мне бы хотелось это тоже сделать, здесь еще, отсутствие финансового риска, хочу сказать, это тоже очень важно, потому что в любом бизнесе, в линейном фронтайзинге, это большое вложение, не факт, что окупится, у меня был, да, рефлейм свой бизнес, и линейный, обошлось это тем, что, ну, деньги вложенные в оборудование, они просто потерялись, здесь вы ничего не вкладываете, опять же, здесь есть система, которая уже работает, в которую вы просто включаетесь, она работает, то есть никому не нужно доказывать, что это не работает, потому что она работает, у нас в бизнесе есть очень много людей, которые уже имеют серьезные деньги, дальше, бизнес не таких, как все, ненормальных людей, ну, да, ненормальные, ненормальные люди могут в воскресенье утром куда-нибудь там тащиться на какой-нибудь семинар, как это посмотрят другие, ненормальные люди могут каждый день им вставать в 9-12 часов дня там и так далее. Ненормальные люди могут получать от 100 тысяч рублей и выше, отдыхать по несколько раз в год. Ну, по-разному, да, то есть у нас не такое отношение, как у всех. Вот этот вот позитив, да, для кого-то он тоже ненормален. Позитивное отношение к жизни, улыбка, доброжелательность и так далее, да. Ну, это у каждого по-своему. Нигде не встретишь такое количество потрясающих лидеров, как в МЛМ. Что мне очень нравится, то, что я… У нас такой бизнес, опять же, чем он отличается от линейного? Тем, что здесь поддержка есть и поддержка других структур, успешных людей, даже из другой команды. Это люди, которые… Чем выше уровень, тем интереснее человек. И бывает, что… Ну, вернее, не бывает, а так и есть, да, что нам интересно друг с другом общаться, встречаться на каких-то мероприятиях, тусовках. Темы для общения другие. Не такие, как у всех нормальных людей. У обычных людей какие темы? Кто где напился, с кем изменил, какое правительство, где кого уволил, деньги подорожали, где кого как обули и так далее. Очень часто негатив проскакивает в словах. Ну, вот как-то по-другому у нас здесь, знаете, такой. И возникает просто желание стремиться к этому кругу людей, двигаться выше для того, чтобы быть в этом окружении, чтобы иметь больше. И это очень мощный стимул для саморазвития. Очень интересен также рост новых связей, потому что здесь приходят люди абсолютно разные, с разными интересами, с разным опытом. И, в общем, всесторонние такие вот разные яркие люди. Это тоже очень интересно. Дальше. Пятое. Бизнес информации. Чем выше твой личностный уровень, тем выше ваш доход. Тем больше за вами идут люди, и тем больше вы можете стать как спонсор. Информационный спонсор, имею в виду, да. Люди всегда идут за более сильными, более умелыми, когда они видят, что им есть что взять. Поэтому даем мы, естественно, информацию, и чем выше будет ваш профессионализм и опыт, тем будет вам проще привлекать к себе таких вот ищущих людей, людей, жадных до информации. И люди всегда идут за теми, кто на голову выше. На голову выше вы можете быть только постоянно обучаясь. Обучаясь, самое главное, применяя эти знания, двигаясь вверх по спирали такой вот, да. По спирали успеха. Есть такая поговорка. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Следующий момент. Это бизнес, мир, в котором живут свободные люди и царит дух предпринимательства. Что такое предпринимательство? Это, ну, это предприниматель, это человек, который предпринимает какие-то действия. То есть это человек, который себя организует. Вы встречали предпринимателя, который сидит дома и ждет, когда же на него общается-то свалится? Наверное, нет. Наверное, любой предприниматель, который успешный, который получает деньги, он, ну, какое-то время активно покрутился или активно крутится, да. Опять же, повторюсь, успешные люди, они не сидят перед телевизором с газеткой постоянно. Может быть, там раз в месяц иногда и посидят во время дожечка. И то сомнительно, да, у них есть более интересное выключение. Здесь вы решаете сами для себя. Вы сами для себя босс изначально, да. Никто вас к 8 утра на работу не вызывает. Вы сами решаете, когда вам работать, во сколько, где. Сидеть там с 9 до 6 или же с 10 до 10 или же с 2 до 4 и так далее. Сами планируете свой рабочий график, отдых и доходы. На первости это не у всех получается, потому что привыкли как-то по-другому. Но когда вы этим искусством владеете, то увидите шикарные результаты. В общем, работайте по своему желанию. Прошу обратить внимание, что гибкий график и свободный график – это разные вещи. Все-таки, пока вы не достигли того уровня, который вам нужен, финансовый, то это все-таки гибкий график. Седьмой момент. Это уникальный бизнес, где только помогая другим, ты поднимаешься сам. Я уже затрагивала немножко этот момент, да. Еще раз повторюсь. Вот обычный линейный бизнес. На чем он строится? На том, чтобы что-то кому-то продать, зачастую парить и все, в общем-то. А уже потом судьба дальше этого человека не интересует. Но есть компании, которые стараются там заново привлекать клиентов, чтобы они еще раз пришли и еще раз. Но, по сути, люди просто несут туда деньги. У нас здесь мы заинтересованы в том, чтобы людям помочь удовлетворить свои потребности, какими бы они ни были. Даже продажи мы рассматриваем не с точки зрения продажи, ни в коем случае не с точки зрения, кому в чем парить, а с точки зрения того, что помочь людям реализовать их потребности. У каждого человека нормального есть потребность получать хорошую косметику, качественную, которая бы ему подходила. Эту возможность мы можем ему дать. Многие люди любят экономить, многие люди любят получать подарки. Опять же, эта возможность у нас есть. И, наверное, никто не откажется от денег. Опять же, эта возможность у нас есть. Просто наша задача научиться выявлять потребности у людей, где-то, может быть, помогать, формировать, как вот в моем случае с машиной, и помочь людям добиться своих целей. Вот цели, опять же, обращу внимание на этот пункт, это очень важный момент. Человек, который живет без цели, не добивается ничего. Поэтому, если вы хотите добиться чего-то, найдите для себя цели. Причем эта цель должна быть очень-очень-очень большой. Такой, которая будет поднимать вас, вставать и двигаться. Потому что заработать, ну, например, цель стать директором, это совсем не цель, и для этого не надо в сетевой бизнес идти. Чтобы 30 тысяч зарабатывать, можно и продавцом пойти. Не надо будет ни трудности никакие преодолевать, ничего. Вот, да, то есть 30 тысяч можно заработать, в общем-то, и уборщице даже. Тут вообще мозги напрягать не надо будет, понимаете. Разные есть виды работы, и по-разному можно деньги зарабатывать. Поэтому цель ваша должна быть какая-то все-таки более глобальная и масштабная, чем там 30 тысяч. Так, что еще здесь хочу сказать. Понимаете, то, что помогая другим, мы продвигаемся сами по карьерной лестнице. И здесь нам помогают определенные мероприятия. Мы обучаемся, обучаем других людей. У нас есть мероприятия, которые проводит компания, которые проводят наши информационные спонсоры, которые мы проводим. Есть разные семинары, тренинги. Я хочу сказать, не бойтесь вкладывать деньги, не жалеете денег, что очень важно. Часто бывает как? Ой, последние деньги оторвают сердце. У вас мозг будет занят тем, чтобы, ну, как-то вот этим вот сожалением. Отдавайте деньги с любовью и с радостью. Да, вы будете получать результаты отличные. Да, то есть вы будете больше получать от того мероприятия, на которое вы отложили эти деньги. Когда вы вкладываете положительную энергетику, без сожалений, вы получаете гораздо больше отдачи. Да, поэтому не бойтесь вам. Эти затраты, они слихвой окупятся. Они окупятся, может быть, не прямо сегодня. Но я вас уверяю, что они у вас окупятся, так или иначе. Следующий момент – это тот бизнес, который можно делать легко. Мы здесь, фактически, мы получаем деньги за то, что делаем постоянно и бесплатно. Очень часто мы говорим, что вот там съездила туда-то, отдохнула там-то, вот там-то хороший ресторанчик, сходи туда, там хороший магазинчик распродажи. Я покупала путевку в такой-то турферме, да, например. Или там сходила в кино, там классно. Или там, ой, а у нас там в Ашане распродажи. И, собственно, ну это бесплатная помощь. Нам хорошо от того, что мы помогли кому-то. Кому-то тоже хорошо от того, что он там что-то где-то сэкономил или нашел. А Ашану тоже хорошо от того, что он получил дополнительную прибыль. Вот в сетевом бизнесе мы тоже людям говорим о чем-то хорошем, но при этом еще и получаем определенный процентик в виде объемной скидки. Да, это еще и нам доходы дает определенные. Просто за то, что вы общаетесь с людьми, заводите новые знакомства, даете полезную информацию, читаете умные книжки, делитесь этим, этой информацией, продуктами, да, какими там, общаетесь с людьми, да. За это вы получаете еще дополнительный доход. В общем, этот бизнес получается у тех, кто живет по полной программе. И если вы пришли и думаете, что с утра до вечера нужно вот стоять на промостойке или в метро раздавая каталоги и все, то это не так, и хочу вас предостеречь от этой ошибки. В жизни должно быть все, у вас должен быть круг общения интересный. Лидеров проще, ключевых партнеров, людей, которые будут развиваться с вами, проще привлечь, заинтересовать, не на улице, стоя с каталогом, потому что такой вид рекрутинга мало кому интересен. Этих людей проще привлечь, когда ты за чашечкой чая где-нибудь там в фитнес-клубе с ними общаешься, беседуешь, случайно познакомился и так далее. Общий интерес, когда у вас находится с человеком, общие ценности, тогда его гораздо проще заинтересовать и проще с ним найти еще и другие точки соприкосновения и показать ему еще и этот бизнес. Поэтому здесь все-таки я советую выбираться на разные мероприятия, театры, кино, кому что интересно, в общем, жить более яркой жизнью. Девятые. Сетевой маркетинг дает возможность получить профессию 21 века. Уже тоже немножко про это проходило. Уровень тех знаний и навыков, которые есть у меня на данный момент, делают из меня первоклассные специалисты и руководители абсолютно, наверное, любой сферы. Ну, специфика везде есть, специфику вклиниться, конечно же, нужно, да, но это гораздо проще, потому что есть навыки там общения с людьми, налаживание контакта, там юмор, руководство, управление и так далее. Очень много-много вот этих вот навыков, которые позволят, в общем-то, делать профессионалам абсолютно в любой сфере. И, ну, конечно же, как бы это сказать, ты понимаешь, что ты можешь быть любым топ-менеджером какой-либо крупной фирмы, но тебя туда не тянет, потому что здесь интереснее, и здесь больше перспектив. К следующей возможности, как раз к десятой, да, этот бизнес позволяет утолить древнейшую страсть человека к путешествиям. Мы путешествуем с компанией, мы путешествуем сами, и действительно, вот, как вам сказала, три раза за границей побывала, отдохнула. У нас появляется возможность финансовая оплатить себе отдых, появляется возможность за счет компании поехать на какой-то отдых, да, появляются друзья, с которыми это можно сделать, и дело не ограничивается какой-то просто Турцией или Египтом, как это, в общем-то, обычные сейчас уже курорты, да. У нас многие люди уже покупают там домики в Болгарии, ездят туда периодически на выходные, да, на уикенды, летают вернее, а вот в других местах, да, то есть такие возможности появляются, когда вы можете больше, когда ваши доходы позволяют вам, когда ваши интересы настолько широки, да, что вы не зацикливаетесь на какой-то просто Турции, да, раз в неделю съездить, вообще не понимаю, зачем в Турцию летом люди едут, а летом у нас, в общем-то, хорошо. Ну, как бы есть много разных других интересных мест, Европа та же самая, например, и так далее. Вот, но здесь преимущество, опять же, в том, что вы приходите, вы, получается, живёте полной, насыщенной жизнью. Круг общения ваш меняется настолько, что вам становится интересно, у вас появляются больше ценностей, у вас расширяются ваши возможности, и появляются другие цели, с каждым разом всё более мощные, всё более масштабные, которые вы не боитесь перед собой ставить. В общем-то, много плюсов можно ещё сказать, да, это, наверное, основные, о которых я сегодня хотела поговорить. Уверена, что вы ещё с десяток найдёте плюсов, которые вас привлекли, может быть, в этот бизнес. Можете даже написать сейчас в чате из того, о чём я не говорила, потому что на эту тему можно говорить до бесконечности долго и долго, да, то есть, ну, у нас время ограничено, и на сегодня на этой нотке я закончу. У меня впереди недельная вылазка с палатками в июле, в августе у меня за счёт компании Париж. Надеюсь, у вас тоже будет яркое лето, интересное, с впечатлениями, и до конца года вы тоже где-нибудь ещё побываете. Желаю вам расширить ваши цели, не бояться их перед собой ставить, и ищите просто с людьми общие ценности. Подумайте, что важно для вас и что вы хотели бы реализовать, потому что сетевой бизнес вам обязательно даст эту возможность, если вы приложите определённые усилия. Я считаю, что здесь, как нигде, вы можете реализовать себя абсолютно в любом направлении, без каких-либо рисков. Риск будет… Риск только такой, что если ты сидишь на диване, и когда это то, что ты предпочитаешь посмотреть телевизор, чем почитать какую-то полезную книжку, это риск просто потерянного времени. Жизнь, она гораздо более интересная, и вы заслуживаете большего. Я думаю, что у нас у каждого есть ещё к чему стремиться и чего добиваться в этой жизни. Поэтому не бойтесь ставить перед собой цели, обращайтесь к вашим информационным спонсорам, тем людям, которые вас позвали, и просто получая информацию, выполняйте рекомендации. И у вас всё получится. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok